Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня во вторник, 21 февраля, в день отдания праздника Сретения Господня, за богослужением читается Евангелие от Луки, глава 22, стихи с 39 по 42, 45 по 71 и глава 23, стих 1. Послушаем это евангельское зачало на церковно-славянском языке. По времену, ишет Иисус, иди по обычаю в гору Елеонскую, по нем же и душа ученицы Его. Быв же на месте речей им, молитесь, да не внидите в напасть, и сам отступи от них, яко, ввержением камене, и поклон коленом моляшися глаголя. Отче, още воляши, мимо нести чашу сию от меня, обаче не моя воля, но твоя, да будет. И пришед ко ученикам, обрети их спящих от печали и речей им, что спите, восставши молитесь, да не внидите в напасть. И еще же ему, глаголющую, все народы, нарицаемый Иуда, иди на тобою на десяти, идяши пред ними, и приступи-ка Иисусове целовать Его. Сие бы без знамени дал им, Его же аще лобжу той есть. Иисус же речей ему, Иудо, лоб за ним ли сына человеческого предаеши, видевши вже и же беху о нем бываемое, реши ему, Господи, аще ударим ножем, и удари един некий от них архиерео-раба, и урезай ему ухо десное. Отвечав же Иисус рече, оставите до сего, и коснувся уха Его, исцели Его. Рече же Иисус, капришедшим на не архиереум и воеводам церковным и старцем, як он разбойник, али из идости с оружием и дрекольми я темя, повсять несущими с вами в церкви, не просросьте руки намя, но сей есть ваша година и область темная. Емши же Его ведоша, и введоши Его во двор архиереов, Петр же во след идяши издалеча, возгнищавшим же огонь посреди двора, и вкупе сидящим им, сидяши Петр посреди их, и узревши Его, рабыня некая, сидящая при свете, и возревши на нерече, и сей с ним бе, он же отвержи си Его глаголя, жену не знаю Его, и помали другие, видев Его рече, и ты от них еси, Петр же рече человече несьм, и мимошедшую я к учасу единому, и некий, крепляшися глаголя, воистину и сей с ним бе, ибо Галиленин есть, рече же Петр человече не вемьеже глаголеши, и обеище глаголюще Ему возгласи Петел, и ображься Господь воззре на Петра, и помяну Петра слово Господне, як уже рече Ему, як упрежди даже Петел не возгласит, отвежешися Мене три краты, и шет вон плакайся горько, и мужа, и держащий Иисуса ругаху сейму биюще, и закрывши Его бияху Его по лицу, и вопрошаху Его глаголюще, прорцы, кто есть ударейте, и и намного куляще глаголахунань, и якобы с день собравшись от старца-люсти, и архиереи, и книжницы, и ведоши Его на сон свой глаголюще, ащи ты, Иси, Христос, рцына, рече же им, ащи вам реку, не имите веры, ащи же его, прошу вы, не отвечайте ми, не отпустите, от сели будет Сын Человеческий, сидяя десную силы Божия, реши же все, ты ли убыйся Сын Божий, он же к ним рече, вы глаголите, як у Азьесмь, а ниже реша, что еще требуем свидетельства, сами бы слыша хаматуст Его, и восставши все множество их, ведоши Его к Пилату. Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. И, выйдя, пошел по обыкновению на гору Елеонскую, за ним последовали и ученики его. Придя же на место, сказал им, молитесь, чтобы не впасть в искушение. И сам отошел от них на вержение камня и, преклонив колени, молился, говоря, «Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня! Впрочем, не моя воля, но твоя, да будет!» Встав от молитвы, он пришел к ученикам и нашел их спящими от печали и сказал им, «Что вы спите? Встаньте и молитесь, чтобы не впасть в искушение!» Когда он еще говорил это, появился народ, «А впереди его шел один из двенадцати, называемый Иуда, и он подошел к Иисусу, чтобы поцеловать его, ибо он такой им дал знак, кого я поцелую, тот и есть». Иисус же сказал ему, «Иуда, целованием ли предаешь Сына Человеческого?» Бывшие же с ним, видя, к чему идет дело, сказали ему, «Господи, не ударит ли нам мечом? И один из них ударил раба первосвященникова и отсек ему правое ухо. Тогда Иисус сказал, «Оставьте, довольна!» И, коснувшись уха его, исцелил его. Первосвященникам же и начальникам храма и старейшинам, собравшимся против него, сказал Иисус, «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять меня. Каждый день бывал я с вами в храме, и вы не поднимали на меня рук, но теперь ваше время и власть тьмы». Взяв его, повели и привели в дом первосвященника. Петр же следовал издали. Когда они развели огонь среди двора и сели вместе, сел и Петр между ними. Одна служанка, увидев его сидящего у огня и всмотревшись в него, сказала, «И этот был с ним». Но он отрекся от него, сказав женщине, «Я не знаю его». Вскоре потом другой, увидев его, сказал, «И ты из них». Но Петр сказал этому человеку, «Нет». Прошло с час времени, еще некто настоятельно говорил, «Точно, и этот был с ним, ибо он галилеянин». Но Петр сказал тому человеку, «Не знаю, что ты говоришь». И тот час, когда еще говорил он, запел петух. Тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра, и Петр вспомнил слово Господа, как он сказал ему, «Прежде, нежели пропоет петух, отречешься от меня трижды». И, выйдя вон, горько заплакал. Люди, державшие Иисуса, ругались над ним и били его, и, закрыв его, ударяли его по лицу и спрашивали его, «Про реки, кто ударил тебя?» И много иных хуленей произносили против него. И как настал день, собрались старейшины народа, первосвященники и книжники, и ввели его в свой синодрион, и сказали, «Ты ли Христос? Скажи нам». Он сказал им, «Если скажу вам, вы не поверите. Если же и спрошу вас, не будете отвечать мне и не отпустите меня. Отныне Сын Человеческий воссядет одесную силы Божией». И сказали все, «Итак, ты Сын Божий?» И он отвечал им, «Вы говорите, что я». Они же сказали, «Какое еще нужно нам свидетельство? Ибо мы сами слышали из уст его». И поднялось все множество их и повели его к Пилату». После завершения трапезы Христос с учениками уходят на Елеонскую гору. У подножия этой горы находился Гефсиманский сад с подоносящими масличными деревьями, почему гора также называлась Масличной. В пасхальную ночь передвижение разрешалось, но нельзя было покидать пределов так называемого Большого Иерусалима. Елеонская гора входила в эти пределы. Придя же на место, сказал им, «Молитесь, чтобы не впасть в искушение». Эти слова Господа имеют следующий смысл. Ученики должны молиться не о том, чтобы избежать испытания, но о том, чтобы выстоять. Они должны просить Бога дать им силы пережить этот час, выдержать испытания, ставя при этом на первое место не собственную волю, но волю Божию. Сам же Спаситель молился так, «Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня! Впрочем, не моя воля, но твоя, да будет!» Блаженный Феофилакт поясняет, как человек, он желает пожить и молится о мимонесении чаши, ибо человек жизнолюбив. И так желание, чтобы чаша пронесена была мимо, принадлежит человеческому естеству. А вскоре затем сказанные слова, «Не моя воля, но твоя, да будет!» показывают, что и мы должны подчиняться воле Божьей и не уклоняться, хотя бы наша природа и влекла и в противоположную сторону. Единый Христос, имея две природы, имел без сомнения и волю, и желание каждого естества, божественного и человеческого. И так человеческое естество сначала желало жить, ибо это ему свойственно, а потом, следуя божественной воле, чтобы все люди спаслись, общей воле Отца и Сына и Святого Духа решилось на страдание. И таким образом одно стало желание – спасительная смерть. Строки сегодняшнего евангельского чтения, дорогие братья и сестры, учат нас тому, что жизнь христианина немыслима без молитвы. Молитва наша должна быть постоянной и неотступной. В ней мы и спрашиваем волю Божию, отвергая в себе то, что противится этой воле. Самое высшее духовное благо есть Царство Божие. Его-то и должно просить у Бога прежде всего. И это будет сообразно с потребностью нашей души и с волей Божьей. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, Душа моя, Господа, благослови, Неси, Господи! Благослови, Душа моя, Господь! 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 Продолжение следует...